Учитель физкультуры до конца. Проявить свои способности и командный дух. Именно с такой целью на спортивный фестиваль пришла выступить семья Наймановых из Ногайского района. С лёгкостью пройдя первый этап конкурса, они продолжают покорять всё новые и новые вершины. И сегодня они вновь рассчитывают на оглушительную победу. Мы очень рады, что сегодня приехали на фестиваль ГТО всей семьёй. И, конечно, будем стараться, чтобы попасть в число призёров. Очень на это надеемся. Участники соревнований состязались в пяти дисциплинах ГТО. От подтягивания и рывка гири у мужчин до подтягивания на низкой перекладины у женщин. Но основной целью проведения фестиваля, помимо пропаганды здорового образа жизни, стало укрепление семейных отношений и сохранение семейных традиций. Цель мероприятия, это у нас самое главное, это популяризация физической культуры и спорта в нашей республике. Это самое первое. Во-вторых, это чтобы наши семьи стремились к здоровому образу жизни. По итогам соревнований третье место заняла семья Миликаевых из Прикубанского района. Почётное второе место получила семья Байкуловых из Усть-Джигутинского района. Ну а пальму первенства сорвала семья Наймановых из Ногайского района, которые и отправятся покорять следующий этап всероссийского конкурса «Готов к труду и обороне» уже в апреле этого года. Ну а мы пожелаем им удачи и будем надеяться, что их спортивное выступление станет одним из самых мощных и запоминающихся на всероссийском конкурсе.